Всем доброго времени суток. С вами Сальнет Машика, и этот видос, во-первых, он уже второй в этот день, во-вторых, он будет немножко более неформальным, без текста, зачитки и всего прочего. Суть, собственно, в чём? Сегодня, 9 декабря, я получил первый страйк на канале. Это само по себе не является катастрофой, то есть через 3 месяца это дело пропадёт, если у нас всё будет в порядке, и я об этом забуду, как о страшном сне. Но суть в том, что страйк мне выдали за показ датамайнов в Genshin Impact. Что немного нелепо, потому что в арфе я порой такие вещи часто освещаю, и как-то да ей ничего по этому поводу не делали. Но Михойо, похоже, плохо к этому делу относится, поэтому с этих пор я прекращаю освещать датамайн по Genshin Impact. Последнее, что мне нужно, это очередной копирайт страйк. Я могу всего лишь получить 2 одновременно, если я получу 3 одновременно, то это будет Габелла, конец каналу. И последнее, что я хочу, это чтобы за Genshin мой канал накрылся, новостной. И на самом деле, уже у меня были заготовлены новые материалы, но теперь я даже не знаю, могу ли я их освещать. Потому что могут выдать очередной копирайт страйк, и я теперь похож на прицель у разрабов Genshin Impact. Так что интересно, они мне дали сюрприз под конец года. Из хорошего могу отметить, что мой игровой аккаунт в целости и сохранности. Слава богу, это мне не забанили. Видимо, решили разрабы только на моем ютубе аккаунте отыграться. И при этом игровой аккаунт не трогать. Свою роду предупреждение, несусь я куда не надо. А я уже начал какие-то информационные каналы подготовить, как-то чтобы это дело пошло нас более шустро. Но нет. Честно говоря, я не знаю, как обстоит ситуация с другими каналами. Но, по-моему, я слышал какие-то ситуации, когда банили за такое дело в плане освещения датамайна и прочего. Так что, опять-таки, заявляю я, что больше датамайн освещаться на этом канале не будет. Поэтому, если вы пришли на этот канал за тем, чтобы следить за датамайном, то, сорян, я люблю Genshin Impact как игру, но ставить весь свой канал под удар я совершенно не буду. И на этом я закончу своё маленькое видео. Может быть, если кому-то попадётся, кто планирует освещать датамайну, поймёт, что русскоязычные каналы тоже за ними следят. Что, в принципе, логично, учитывая, что есть русская локализация и какие-то люди за этим делом следят. Но вот такая ситуация у меня в первый раз с каналом за несколько лет у существования. Поэтому решил с вами быстренько поделиться и свои мысли высказать по этому поводу. Немножко печально, что такая ситуация вообще есть, потому что публичные датабазы везде существуют и всё можно почитать. Но почему-то видосы снимают, удаляют и страйки на каналы кидают. Все своё время, пока я освещал варф, как-то с этим проблем не было. Хотя, помнится мне, что в периоды первого датамайна варфа уже доходило чуть и не до судебных разбирательств с некоторыми лицами. Но потом это как-то дело стало игнорироваться и поэтому мы спокойно освещаем датамайн варфе. Но здесь Михойо выдает прямое нам предупреждение и поэтому, чёрт его, не буду я больше этим заниматься. Новости по геншину скорее всего ещё будут выходить, но скорее всего придётся использовать только официальные источники, чтобы в очередной раз не подставляться под удар. Ну и как-то паршивненько на самом деле отрубается у меня большое количество потенциального контента в плане видео по геншину. Но что есть, то есть. Так или иначе, я вас предупредил, поэтому судите как есть. Но от меня на этом на сегодня уже всё, потому всем всего, всем удачи и всем пока.